Музей козла в Твери, он единственный в мире. Здесь самая крупная в мире коллекция козлов, 5,5 тысяч козлов из 40 стран мира. И музей нас состоит из трех залов. И тема первого зала, она очень проста. Козел как явление мировой цивилизации. Потому что человек не задумывается, он везде живет среди козлов, где бы это ни было. В Москве, Твери или Санкт-Петербурге. Потому что козел это не только животное, это целый мир интересных, необычных предметов. Начиная от спортивного снаряда и заканчивая, в общем, футбольным клубом в Кёльне, например. Или машиной ГАЗ-69. Кроме того, козел это лучшее сражение характера мужчины. Потому что если женщина мужчину назвала котиком, зайчиком, то не очень понятно, что она имела в виду. Но когда женщина сказала мужчине, что он козел, вся гамма чувств, от глубокой любви до некоторого беспокойства. И здесь важно понимать, что слово козел это не оскорбление. В старой России козлом называли Франта, Щеголя, Озорняка. Такой брутальный мужчина. Яркий, умный, сочный персонаж русского фольклора. И никакого отношения это слово, например, козел к оскорбительной лексике никогда не имело. Потому что все, что мы знаем об оскорблениях словом козел, это, в общем, проявление позднего советского времени, 50-х годов, 20-го века. Вот второй зал нашего музея посвящен тверским козлам. Как явление уже местной истории, потому что у некоторых регионов России есть прозвище. Жители Рязани – косопузы, псковичи, скобари, пермики, соленые уши. А тверские козлы – это самое древнее позвище, известно с 14-го века. Выражают характер, упрямство и упорство. Иногда, ну, до крайностей, но характер. И существует много историй, в общем, тверские козлы. И все эти истории можно прочитать в музее, увидеть интересные экспонаты и понять, что, в общем, страна наша богата была не только лесом, нефтью и газом, но и козлами. И третий зал нашего музея – это необычная выставка, выставка козла редкостей. Всякие веселые и прикольные истоки с козлами. И поэтому я считаю, что посетить место, где выражение «мой начальник козел» имеет совершенно другой смысл, стоит однозначно. Мы всегда ждем наш музей, потому что у нас в музее, например, люди по фамилии Козло уходят бесплатно, Волково – по двойному тарифу, а Бараново – 50% скидка. Но ждем всех.